ВЕЛОСИПЕД Причем велосипед был его собственный и свалился на него со шкафа в коридоре, когда везунчик хотел достать с этого шкафа коробку с папиными старыми журналами «Советы будущему олигарху». Велосипед сильно ударил везунчика по плечу и немножко по голове, так что он даже упал. На грохот прибежали родители и сразу стали вспоминать, кто первый додумался засунуть велосипед на шкаф. Потом родители вместе с собакой-грелкой начали осматривать везунчика и обнаружили у него большой синяк на плече и небольшую шишку на лбу. Правда, собака-грелка обнаружила у него неправильно вымытые уши, но решила, что это уже не из-за велосипеда. А родители стали думать, подходят ли такие симптомы доктору Комаровскому или нет. Но так как у везунчика все стало меньше болеть и нормально двигалось, то они решили, что хватит согревающего компресса на плечо. А везунчик подумал и сказал, «Это ж как доктору Комаровскому повезло, что я попросил у родителей на день рождения велосипед, а не мотороллер, как толстый Лева». Итак, друзья мои, вот смотрим на нашего пострадавшего. Видим, у него такой изрядный синяк. Как называется этот вид травмы? Этот вид травмы называется ушиб. Какие у ушиба симптомы? Симптомы? Ну, первое, что вы почувствуете после удара, что? Боль, да? То есть первое, оно болит. Дальше, тут возникает припухлость, отек, да? И после этого уже оно меняет цвет, да? Причем с цветом происходят там всякие разные чудеса. Непосредственно после удара оно красное, потом очень быстро становится синим, потом желтеет, зеленеет. И даже у врачей, которые, как у нас принято говорить, снимают побои, вот те, да, судмедэксперты, у них есть целая таблица, на какой день оно синее, желтое, зеленое и так далее. То есть специалист, наблюдая за тем, как оно меняет цвет, может точно сказать, когда это вас побили, да? Итак, у парня синяк. Первая помощь. С чего начинаем? Смотрите, ребят, давайте первое. От чего это покраснело? Вот мы ударились, да, ударились. Здесь произошло кровоизлияние, да? Там лопнули сосуды, повредились ткани, да? То есть фактически тут есть кровотечение, да? Но мы это кровотечение с вами не видим, потому что кожа не повреждена. Поэтому, разумеется, мы фактически с вами сейчас должны что сделать? Остановить кровотечение, да? А правило, помните, правило остановки кровотечения. Любое кровотечение останавливается давлением. То есть мы должны это место придавить. В то же время мы с вами прекрасно понимаем, что если мы к этому же месту приложим холодное, то что произойдет? Там произойдет сужение спазм сосудов, да? То есть фактически нам бы с вами в идеале было совершить два действия одновременно. И приложить холодное, да? И придавить, да? Где будем искать что-нибудь холодное? В аптечке. Можем в аптечке. А если это в доме случилось? В холодильнике. У нормальных людей что всегда есть в холодильнике? Мясо точно у нормальных есть. А у особо нормальных есть обязательно нормальный хладоэлемент, да? Взяли вот такой хладоэлемент, замотали его, потому что вы же сами понимаете, что непосредственно к коже это неприятно. И приложили, да? Не просто приложили, а что? Придавили, да? А если у нас в доме есть разные элементы, разные по размерам, то мы с вами вполне можем взять элемент или что-то холодное, которое по размеру подходит к синяку, да? И после этого что сделать? Наложить давящую повязку, да? Есть у нас с вами, как это называется? ЗВОНОК. Индивидуальный охлаждающий пакет. В чем его преимущество? Чем он принципиально отличается вот от этой штуки? Размерами и тем, что оно гибкое. То есть практически к любому участку тела мы сможем его приложить. Поэтому мы бьем по нему, да? Разбиваем там внутри сосуд с жидкостью, он становится тут же ледяным. Мы его прикладываем к месту, даже вот так. Или можем опустить футболочку, да? И приложить холодное. И после этого что мы берем с вами? Например, эластичный бинт, да? Ну нет, на самом деле, ребят, непосредственно после травмы холодное желательно держать в течение 25-30 минут. Естественно, мальчику будет приятно, если вы его так вот возьмете и вот так вот придавите и будете стоять с ним вот так полчаса, да? Но боюсь, что у вас может заболеть спинка, да? То есть вам будет некомфортно. Опять-таки мальчик захочет встать. А тут мы приложили холодное, да? Взяли после этого наш бинт, обмотали. И вот так вот холодное будет сколько времени? Еще раз, 25-30 минут. Что сделали родители везунчика, помните? Приложили теплое, да? Ну, надеюсь, что не горячее. Вот опять-таки, что будет от теплого? Прилив крови, да? Усиление кровотечения. Поэтому они были глубоко неправы, да? Надо к ушибу прикладывать теплое? Не надо. Первые двое суток после ушиба. Давайте вот сразу с вами, ребят, попытаемся расставить точки над «ы». Смотрите, непосредственно после удара, вот прибежал ребенок, стукнутый, да? Нам необходимо давящая повязка, холодно 25-30 минут. Дальше нам очень желательно покой. То есть не дергать этой рукой. Если не дергать не получается, осуществляем что? То, что называется словом, иммобилизация. То есть фиксируем, чтобы оно не крутилось. Итак, теперь все-таки давайте подумаем. Вот приложили холодное и все? Или, может быть, потом еще понадобится? Вот оказывается, не помешает потом еще. Но потом не надо на 25-30 минут. То есть если мы в течение суток, ну максимум двое суток, после ушиба, будем каждые два часа прикладывать на 10-15 минут холодное к месту ушиба, то мы значительно уменьшим боль и ускорим сроки заживления. Это понятно? Понятно. Молодцы. Главное, тот факт, что это вам понятно, вовсе не говорит о том, что ребенка ночью надо каждые два часа будить и что-нибудь ему холодное прикладывать. Хорошо? То есть это мы все делаем вне сна. Понятно? И опять-таки, как правило, любые повязки надо перед сном снимать. Понятно? Вот уложили спать и пусть я спокойно спит. Договорились. Итак, коль скоро мы тут с вами начали про холодное, в холодильнике всегда я хотел бы, чтобы было вот это, да? А в домашней аптечке был охлаждающий пакет, да? Кроме этого, кроме этого, естественно, в морозилке у нас всегда есть лед. Чем это удобно? Потому что кусочки льда всегда можно насыпать в полиэтиленовый пакет. И это тоже принимает любую форму, и это позволяет нам сэкономить на охлаждающих элементах. Опять-таки, очень рекомендую. Очень удобная штука. Вот такая вот. Очень удобно, да? Мелко порезанные овощи, которые очень быстро позволяют укладывать как угодно, да? Естественно, если вы их несколько раз заморозили, разморозили, давайте скормим поросенку. Папе уже давать не будем. Хорошо? Но это очень удобно. Опять-таки, понятно, что все, что в холодильнике есть холодное, и мясо, и фрукты, и так далее, можно прикладывать. Естественно, если мы достали, например, банан из холодильника, то через носовой платочек мы его приложить можем, да? А если мы достали что-то из морозилки, да, то, естественно, ему надо что-то более плотное, да, чтобы не было неприятно. Есть, кстати, ну, достаточно распространенные рекомендации, что если мы на кожу надолго, ну, вот на 25-30 минут что-то холодное прикладываем, то было бы неплохо перед этим нанести на кожу любое растительное масло. Ну, вот, опять-таки, это тоже, как вы понимаете, быстро и несложно, да? Опять-таки, если это маленький ребенок, у которого кожа нежная, пение у нас большое, он уже в жизни через такое прошел, что его намазывать маслом совсем не обязательно, да? А, кстати, самое лучшее и самое вкусное холодное в доме что? Мороженое, да, то есть мы все знаем о том, что первое должно быть обязательно хотя бы две порции. Почему? Потому что одна прикладывается к ране, а вторая куда прикладывается? К языку, да, все. И, то есть, таким образом, ребенок спокойно сидит 25-30 минут и ест мороженое, ждет, пока сработает холод. Всем все понятно? Подведем итоги. Холод непосредственно после удара 25-30 минут, да? И потом повторяем в течение минимум суток, ну, максимум двое, каждые два часа по 10 минут. А потом приходит время греть. Получается, уже все, что могло кровоизлиться, уже кровоизлилось. Понятно? Уже воспалительный процесс остановился. Теперь нам надо ускорить заживление, да? А для этого тепленькое в самый раз. То есть в мире придумают всякие физиопроцедуры, но по большому счету все, что, собственно говоря, надо. Взять вот такой платочек, да? Бросить его куда? В микроволновку, например. Или вот стандартная грелка, да, тепленькая. И мы в течение, может, трех-четырех дней эпизодически вот включили парню мультик, приложили. И вот пока ты мультик не досмотришь, сидим с грелочкой. Договорились? Замечательно. Чего нельзя? Ну, нельзя, естественно, вот это тереть. Нельзя первые двое суток греть. Понятно. Теперь принципиальный вопрос, который меня волнует. Когда мы с вами понесемся к врачу? Естественно, врач нужен, если ушиб в области живота, поясницы. Опять-таки вы должны понимать, что ушиб максимально болит первые где-то полчаса, час после того, как он произошел. Потом боль должна что? Уменьшаться. Если прошел час после удара, а боль усиливается, несемся к доктору. Понятно. Дальше. Боль усиливается. Невыносимое. Но вот болит так, что ребенок орет, криком не успокаивается. Значит, надо разбираться. А вдруг вы там что-то не видите? А вдруг там переломы? А вдруг там повреждение связки? А вдруг там действительно выраженное кровоизлияние? То есть, скорее всего, в такой ситуации все-таки надо показать ребенка доктору. Отек, который возник, должен что? Уменьшаться, да? А если сутки прошли, а отек усиливается, что мы делаем? Несемся к доктору. Понятно? Все, с этим договорились. Теперь, ребят, что бы я хотел, чтобы мы с вами понимали. Чем синяк отличается от ушиба? Ну, ничем, собственно говоря. Синяк – это просто мы так называем вот кусок кожи, окрашенный в синий цвет. То есть, это не диагноз. То есть, произошел ушиб. И внутри, под кожей возникла так называемая подкожная гематома. Понятное слово? Подкожная гематома. То есть, кровоизлияние. Через кожу мы это видим и называем это словом синяк. Понятно? А если удар, ушиб произошел там, где нет мягких тканей? Ну, вот, например, стукнули по голове. И произошло кровоизлияние. То есть, нет мышц тут. Вот тут мышц нету. И что с кровью происходит? Ей деваться некуда. И что происходит тогда? Выпячивание. Это как называется? Шишка мы это называем. Но это та же самая подкожная гематома. То есть, фактически, это не есть диагнозы. Другой вопрос в том, что когда шишка, то, естественно, если сразу после удара вовремя придавить. Понятно? Придавить. То здесь же придавить сосуды легко. Понятно? Что здесь сосуд придавить не к чему. Здесь мышцы. А здесь кость. Поэтому, если сразу после удара приложили к месту удара холодное, то мы остановим кровотечение. И тут просто этой шишки не возникнет. Тем не менее, мы видим, видим шишку. Или видим синяк. Мы уже знаем, что с ним должно произойти. Сначала он красный, потом синий, потом желтый. А если прошло 3-4 дня, а он цвет не меняет. Например. Или вдруг стал горячий. Или вдруг усилилась боль. Что мы делаем? Несемся к доктору. Вы помните, что такое признаки нагноения? Это острая пульсирующая боль. Оно стало горячим. Повысилась температура тела. Куда мы несемся? К доктору. Дальше. Есть достаточно специфические синяки. Например. Синяк под обеими глазами. К доктору. Понятно? Синяк и интенсивная боль за ухом. Несемся к доктору. Договорились? Как можно быстрее. Опять-таки, обращаю ваше внимание. Всегда вы должны волноваться тогда, когда возник синяк, а ребенок ничем не ударялся. Понимаете? Вот вроде удара не было, а синяк есть. Но когда это один раз, ну, может, вы удара и не заметили, да, но когда у человека систематически, без всяких ушибов, появляются синяки, то эта ситуация очень тревожная, потому что, скорее всего, она говорит о проблемах со свертыванием крови, да. И в такой ситуации кто нам нужен? Опять-таки, доктор. Молодцы. Теперь, мои дорогие, я хотел бы вам рассказать о достаточно специфическом варианте ушиба, который возникает в 99% случаев у мальчиков в подростковом возрасте и у пап, когда они начинают заниматься строительством, точнее, помогать папе, и впервые берут в руки молоток. И когда они берут в руки молоток, то куда они в первый же день попадают? По пальцу, да. И, как правило, все-таки они попадают по ногтю, да. Когда еще маленький ребенок, уже маленький ребенок, может травмировать себя ногой? Дверь. Дверь. Вот, то есть, есть два варианта проблем, которые описываются одним общим названием ушиб ногтя. Итак, вот представим себе, что наш Веня помогал папе и стукнул молотком по большому пальцу. И что мы видим под ногтевой пластинкой? Кровоизлияние. Это синее, да. То есть, там было кровоизлияние. Давайте подумаем, что надо сделать, как только произошел удар. Вот стукнули. Сразу ваше действие. Помните, мы говорили, место удара выше уровня сердца. То есть, первое, стукнули. Приподняли. Раз. Второе, придавили, да, придавили. Причем давить не обязательно повязкой. Тут в данной ситуации ноготь ударили, подняли и держим. Вот, придавили, держим. Держать можем 10-15 минут. Если в это время нам найдут холодное, будет замечательно. Вот с пальцем, что хорошо. Взяли через 10 минут просто этот палец или прямо руки засунули под холодную воду. Причем, для того, чтобы руки не опускать, можем зайти в ванную комнату, открутить холодную воду, да, усесться там, понятно, и держать вот так вот руки под холодной водой. Понятно? Замечательно. Теперь, на этом же ситуация не заканчивается. Дальше смотрим на вот этот ноготь. Вид ужасный, да, вот смотреть неприятно. При этом очень часто возникает ситуация, когда ноготь треснул. Что желательно сделать? Во-первых, вот это место, вообще весь ноготь, желательно обработать, ну, у нас в домашней аптечке всегда есть, 5-процентный раствор йода. И вот в данной ситуации 5-процентным раствором йода мы прямо смазали ногтевую пластинку, не жалея, да. Теперь обратите внимание, вот когда особенно есть трещина, это очень больно, да. Поэтому желательно это замотать, ну, и для перевязки лучше всего что использовать? Бактерицидный лейкопластырь. Здесь есть очень важное правило, о котором вы должны помнить. Потому что если есть трещина ногтя, и вы к этой трещине приклеите пластырь, то потом, когда вы будете отдирать, ох, вам всем мало не покажется, да. Поэтому мы помним с вами о том, что вот в бактерицидном пластыре у нас что есть? Именно кусочек ткани, да. Так вот, когда мы будем заматывать, то мы четко обратим внимание на то, чтобы к ногтевой пластинке ничего не прилипало. Понятно? То есть мы приклеиваем именно вот так. Клейкая часть к ногтевой пластинке не касается. Все понятно? Молодцы. И скорее всего, вот с этим ногтем пойдете вы спокойно спать, и все у вас будет нормально. Но иногда бывают, ребята, очень серьезные неприятности. Почему? Потому что кровотечение продолжается. Вот здесь лопнул крупный сосуд. Идет кровоизлияние. А крови деваться отсюда некуда. Понятно, потому что мягких тканей нет. И происходит просто страшная ситуация, когда возникает среди ночи острая пульсирующая боль, когда человек в таком состоянии, что ему хочется избавиться от этой руки. Вот такая это интенсивная боль. Конечно, в такой ситуации что надо делать? Бежать к врачу, который вам тут же поможет, и очень быстро. Но хорошо. А что делать, если вот вы оказались бог знает где, если это деревня, если пошел дождь, дорогу размыло, машину не ходят, среди ночи ребенок или папа орет, потому что очень сильно болит. Вот для этой ситуации есть вариант неотложной помощи. Хотя, если есть шансы все-таки дождаться доктора, то облегчить боль можно, опять приложив холодное. Понятно? Но опять-таки, вы не можете держать холодное больше получаса. Будет еще хуже. Поэтому, если боль не проходит, то вы вынуждены помогать. Поэтому, для того, чтобы помочь, нужны прежде всего нервы крепкие. Больше не надо ничего. Но если у вас есть нормальная нервная система, то помочь вы ребенку можете. Что для этого надо? Для этого нам нужна зажигалка любая. Ну, можно спички, конечно. Можно газовую печку. И можно взять, например, любую канцелярскую скрепку. И что делается? Значит, вот канцелярская скрепка вот так вот делается. И после этого она раскаляется до красна. Вы это можете сделать, если зажигалка, а можете сделать это... У вас там на даче наверняка есть газовая печка. В общем, когда оно покраснело, это значит, оно готово. И после того, как оно покраснело, вы берете вот это, это раскаленное красное, и протыкаете ноготь. В ногте нет нервных окончаний. Ноготь не болит. Понятно? Я вижу ваш элит. Вы уже все в полуобмарочном состоянии, поэтому я же сказал вам, для оказания неотложной помощи при ушибе ногтя, главное, что надо иметь, это нормальную нервную систему. И, кстати, хирурги, хирурги в больницах помогают именно так. Понятно? Ну, они могут взять не скрепку, хотя скрепка удобнее всего, на самом деле. Понятно? Вот раскалить ее, и мы прокалываем ноготь, прожигаем фактически, и у крови появляется выход. И после того, как мы протыкаем, идет струя крови, и боль тут же заканчивается. И все точно так же вас спасают, когда вы приходите к зубному врачу с острой болью. Когда есть гнойник, гною некуда деваться, вот сделали отверстие, просверлили, и вам стало легче. Вот точно так же фактически происходит здесь. Еще раз говорю, я вижу, что основная масса не будет это делать, но вы тут ничем не рискуете, это раз, и я хочу вам сказать, что вы вот так вот будете кривляться примерно первые полчаса. А когда среди ночи ваш ребенок начнет орать уже, то вы скажете, я готова на все, понимаете? Но тогда вы будете знать о том, что вот скрепочку и зажигалочку, помните, мы вам рассказывали, когда мы с вами собирали аптечку неотложной помощи, мы говорили о том, что есть такие предметы, которые не имеют никакого отношения к лекарствам, но которые не помешают в аптечке неотложной помощи. И мы туда клали фонарик, ножик перочинный, зажигалку, и нам точно там что не помешает? Металлическая скрепка. Замечательно, молодцы. АПЛОДИСМЕНТЫ Единственное, что хочу сказать, что прожигать надо в центре ногтя. И после того, как прожгли, вытекла кровь, обработали опять-таки йодом и накрыли это все лейкопластырем. Ну, собственно, и все. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и еще буквально пару слов об одном явлении, которое встречается достаточно часто. Это явление, которое называется, каждый об этом слышал, таким словом, растяжение связок. ЗАГАДИСМЕНТЫ Помните, мы с вами рассматривали неотложную помощь при таком явлении, как вывих. Мы говорили, есть капсула сустава, благодаря капсуле конечности движутся, но иногда мы совершаем движение, ну, явно на которое не рассчитано. Вот наша рука, нога, палец и так далее. Как правило, мы это движение совершаем нечаянно. Например, подскользнулись, куда-то поехала нога, или кто-то потянул нас за руку, или мы играли в какой-то вид спорта, куда-то прыгали и так далее. И таким образом, некая связка, она растянулась. И что происходит внутри связки? Внутри связки происходит кровоизлияние. Понятно? И возникает острейшая боль, которая резко усиливается именно при движении. И опять-таки, кроме этого, мы видим припухлость, и со временем там может появиться гематома. Правила помощи какие будут? Правила помощи фактически идентичны. Тема, о которых мы рассказывали. Возвышенное положение конечности. Раз. Дальше холод. Фиксирующая повязка. То есть повязка какая? Лучше всего для этой цели использовать именно эластичный бинт. И максимально ограничивать движение примерно в течение 5-6 дней. Я фиксирую внимание на том, что это не вы ставите диагноз растяжения связок. Понятно? Если вы что-то куда-то потянули, и у вас возникла острая боль в суставе, то вы не сможете ответить на вопрос. Это вывих, это растяжение связок, это разрыв связки и так далее, и так далее. Это знает только доктор. Поэтому вы идете к доктору особенно быстро. Вы идете к доктору тогда, когда во время вот этого движения вы слышали какой-то там звук похожий на треск, например. Это раз. Когда боль не уменьшается, а усиливается. Когда вот это место, где было растяжение, отечное, красное, горячее. И я сразу фиксирую на том, что при любом растяжении связок должно стать лучше в течение примерно 2-3 дней. То есть боль значительно должна уменьшиться. Если этого не происходит, мы опять-таки несемся к врачу. Но я еще раз фиксирую внимание на том, ребят, что главная помощь, помощь ваша в этих всех ситуациях это холод и эластичный бинт. Если в вашем доме есть дети, то в вашем доме должно быть что-то холодное и эластичный бинт. И в любом доме, куда вы отвели вашего ребенка в детском саду, в школе, на танцах, на тренировке, там должно быть что-то холодное и эластичный бинт. Если там этого нет, туда нельзя водить ваших детей. Я уверен, вы сделали правильные выводы, значит, мы встретимся ровно через неделю. Удачи вам! Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Игорь Негода